Жизнь взаймы. В Америке побит антирекорд. Жители этой страны задолжали банкам более триллиона долларов. Как это скажется на экономике и не грозит ли штатам новый кризис, разбирался Дмитрий Анопченко. В штатах мало у кого есть наличные. По статистике 171 миллион американцев каждый день пользуются кредитками. Формально это каждый второй. А если взять в расчет младенцев и тех, кто выписывает чеки, так и вовсе окажется. Количество тех, кто за покупки платит, как здесь говорят, кэшем, крайне мало. Делать большие покупки наличными здесь считается неприличным. Более того, даже подозрительно может выглядеть. Другое дело кредитки. Банки дают их очень легко. И когда получил свою первую кредитную карточку, то всегда получишь письмо из банка с предложением, мол, не хочешь ли сейчас открыть еще одну? Навыдавали столько, что общий долг по кредитным карточкам перевалил за триллион долларов. Такого еще никогда в истории не было. Агентство Блумберг выяснило, причиной стала война за клиентов, которую развернули давние конкуренты. Сити Групп и Морган Чейз, две крупнейших банковских корпорации Америки. Здесь постоянно предлагают перекладывать долги. Вот, к примеру, по этой кредитной карточке долг, ну скажем, 10 тысяч долларов. Можно затянуть пояс и рассчитаться, а можно пойти в банк-конкурент и получить еще одну карточку, ну скажем, на 15 тысяч долларов. 10 заплатить, 5 оставить себе на расходы, ну а когда придет время отдавать и этот долг, то пойти в еще один банк, получить карточку уже на 20 тысяч, заплатить 15, оставить себе 5 и так по кругу. В какой-то момент соскочить с финансовой карусели уже невозможно. Слишком много надо вернуть. Долги копятся, как снежный ком и у людей, и у банков. Финансисты обеспокоены. Мол, в последний раз похожую ситуацию фиксировали в 2008-м, как раз перед глобальным экономическим кризисом. Но глава Федеральной резервной системы Дженет Йеллен заверила, финансовая система Америки сейчас и устойчива, и безопасна. Вот почему американцы и берут дешевые кредиты, пока их можно получить. Да так активно, что скоро громкая фраза «долги на триллион» тоже останется в истории. Придется к новому антирекорду готовиться. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер.